Мы в магазине Леруа Мерлен. Приехали сюда купить алюминиевый уголок, потом клей для плитки. Просто пройдем сегодня по магазину, все здесь посмотрим. Погода сегодня отлично, у нас хорошая. Что не скажу, что было вчера. Вчера было холодно, ледяной ветер такой был. А что, зима уже закатится, сегодня у нас уже 26 февраля. В общем, мы не так давно здесь были. Здесь оставили около 12 тысяч рублей. 22 тысяч рублей здесь оставили. Купили душевую кабину, нам дали карточку здесь. И еще мы покупали стяжку на пол и плиточный клей. И в общем, сегодня еще раз мы пройдем по магазину, поэтому все посмотрим здесь. Ну, давайте здесь все посмотрим. Посмотрим еще раз, как-то я сделал здесь съемку. Ну, тогда я первый раз сюда приехал. Ну, там выход, там нам делать нечего. Нам надо все-таки идти туда, где у нас находится стройматериал. Здесь, кстати, разные кафешечки есть. Здесь от банкомат Сбербанка. В принципе, здесь я съемочками... Удобно было камеру поставить. Значит, касс. Вот смотрите, здесь очень много касс. Ну, вообще-то такое, на огромные магазины. Где вы все можете купить? Вот просто все. От и до. Доформление покупок. Здесь туалет женский, мужской. А что, об этом тоже надо говорить. Бывает, в магазин придешь и вдруг что искать. Так, вот здесь такие вот можно купить напитки. Это кофе, да? Можно кофе попить. Вот таких все-таки больших супермаркетах нет никаких проблем. По съемкам или что. Конечно, к вам никто не подойдет. Никто будет вам говорить, зачем вы снимаете? Почему вы снимаете? Для чего вы снимаете? Ну, даже вот в последнее время я вот захожу вот отсюда, вот с этой стороны. Просто здесь удобно припарковать машину. Ну, и все-таки вот в этой стороне все вот такие стройматериалы находятся. Где и все можно купить. Ну, давайте все и посмотрим здесь. Ну, долго ходить здесь придется. Вот касса для крупного товара. И вот пошли разные строительные материалы. Строительство фундамента, щебень, керамзит, цемент. Ну, нас больше интересует, где продается клей. Ну, это кажется в следующем ряду. Ну, давайте здесь посмотрим. Все посмотрим и все здесь пройдем. А, нет, вот клей-монтажный клей. Волма-монтаж. Штукатурка, фасадная, цементная, декоративная, шпаклевка. Все правильно. В следующем ряду мы клей покупали. Вот здесь вот клей продается. Вот. Клей для камня, клей каменной ваты для GPS. для керамогаранита. Сильной фиксацией, высокой фиксацией. Клей для мозаики. Ну, кстати, который я клей покупал, я его здесь уже что-то и не вижу. Так, там пол наливной. Цены, я думаю, вам видно. А вот, всяшку для пола я брал. Ну, я армированную брал вот за 165 рублей. Ну, в принципе, нормально, только застывало долго. Ну, так, в принципе, нормально. А здесь у нас лучшая цена. это грунт для сухих помещений. Ну, это больше все-таки заинтересует мужчин, которые сами занимаются ремонтными работами. А, нет, нет, нет. Вот такой вот клей я брал. Он стоит там что-то... Ага, 404 рубля, да? Клей для плитки. Кналф. Вот такой я клей брал. Я посчитал, что все-таки дешевый и клей смысла нет брать. Вот, пару упаковочек мы сегодня, конечно, возьмем. Вот, дальше мы идем, смотрим. Нас еще интересует профиль и уголки. Так, вот у нас ГСП Кналф влагостойкая 383 рубля. Ну, как это? Вот, наверное, сухая штукатурка все-таки. Я так думаю. Возможно, и нет. А, вот, можно консультации всегда у ребят здесь получить. Какой там клей взять. Или какие-то у вас другие вопросы соинтересуют. Так, ну там с плитсистемы уже пошли. Что у нас дальше здесь? Ну, здесь у нас пенопласт. ХПС, ЛИКС, ПЛИТЫ. Я не знаю, друзья. Я не знаю. Я не строитель. Я просто строитель для своего дома. Все дома я делаю сам. Дальше смотрим. Вот ветра. Влагоизоляция. Ядропароизоляция. Ну, короче, здесь изоляция идут. Так, это вот здесь и так понятно. Трубы идут. Канализационные. Трап ливнеприемный. Смотрим дальше. В общем, большой магазин. Очень большой магазин. Не то слово. Ну, это вот очаги электрические. Каминокомплект. Здесь очень-очень долго можно ходить. Ну, такие перчатки для строителей. Все здесь можно купить для хозяйства и дома. Это вот просто небольшой маленький отдел. если весь магазин обойти очень-очень много времени это займет. Дальше мы все даже не будем смотреть. давайте вот здесь пройдем с вами. Так, ну, здесь окна. Окна для постоянного проживания, для северного проживания, для неотапливаемых помещений. Собран домик такой. Окна на заказ, замер, доставка, установка. здесь у нас уже двери пошли. Полотно дверное 3900 3595 рублей, 3702 рубля. ну, здесь двери пошли. А везде, кстати, вот написано, вот смотрите, резко дерево, оверлок, доставка. Везде указаны товары, которые здесь продаются. панели ПВХ, сексуары ПВХ, доски, бруски, рейки, резко дерево. Дверь для сауны 4533 рубли. в общем-то, кто первый раз сюда приходит, здесь и заблудиться можно, где что находится. Ну, мы, наверное, уже вас встретили, четвертый сюда приезжаем, поэтому более-менее уже ориентируемся здесь нормально. А здесь вот еще что я вам говорил, это здесь вот есть служба доставки. Доставка. Видно вам или нет? Ну, вот служба доставки. Оплатите товар на доставку, оформите доставку, все быстро и хорошо. В общем, доставка я на Шпаковской там ворошилово живу. 250 рублей всего лишь была доставка и в этот же день нам и все и доставили. Быстро и без проблем. В общем, много каких товаров. Конечно, привозили домой и стиральные машины, двери я менял, и все остальное. но бывало, что 3-4 дня ждешь. Здесь без проблем. Он говорит, часа 3-4 и все. Никаких проблем. Душевую кабину там привезли. Ну, а естественно, там плиточный клей, стяжку я привез на машине. В общем, очень долго можно здесь ходить, все долго смотреть. значит, на что еще интересует нас, интересует все-таки уголки. А чтобы посмотреть эти уголки, надо чуть-чуть дальше просто пройти. Вот смотрите, вот здесь двери, мы чуть с вами здесь прошли. Вот двери. Вот различный выбор. Входные двери, межкомнатные двери. Цену, думаю, вам видно, какая цена. Ну, а вот входные двери. Вот. Машине, отойди. Дверь металлическая 28 680 рублей. Крутая цена. Очень крутая цена. Здесь 24 000. Тут уже попроще. 13, 11. Вот. Такие вот двери. Почти 3000 рублей стоят. 2948 рублей. Это 5898 рублей. Идем дальше, смотрим. стеллажи, шкафы. Ну, такие стеллажи. Есть смысл сало пойти? давайте здесь еще посмотрим, что у нас. Разные ящики, корзины. Не нравится. контейнеры. Так, сюда не пойдем. Так, ну, плавно мы подходим к ванным и душевым кабинам. ванну-то. Что-то в пределах 4000 это должно. Нет, это стальные ванны. Эти стальные ванны, естественно, дороже будет. 7, почти 8000. Это 10 313 рублей. Глубина 3-4 сантиметра. 6 тысяч, 10, 13, 12. Чем покруче с ручками, уже и подороже будут. Ну, такая более-менее ванна. Ну, если честно, я такую ванну бы купил. Просто мне место не позволяет. Но они уже стоят более 20 тысяч рублей. И дальше, если мы поворачиваем, здесь у нас душевые кабины. Много душевых кабин. Вот. Изначально, что я хотел купить? Я хотел купить душевой уголок. Ну, в принципе, он по цене стоит столько же, можно сказать, сколько и душевая кабина. Ну, просто у меня там газовая труба проходила, и у меня ничего не получалось. а вот такую бы я взял. Просто уголочек такой с низким поддоном. Видите, нормально. Оно углом все сделано. Ну, образно вот так вот. Вот это я смотрел. Ограждение душевое. Ну, это 100 на 100. Я 90 на 90 собрал кабин. 26 тысяч. Стульчик есть. Ну, кстати, может, у меня есть мысль стульчик еще купить здесь. Ну, это еще рублей стоит. И вот различные душевые здесь кабины. Вот, смотрите, вверху их сколько. И внизу. Ну, вот, вот, самая простая, наверное. Стоит 10 тысяч с низким поддоном. здесь только будет души все. Больше здесь ничего у вас не будет. Не потом. Я брал кабину из-за того, чтобы не использовать силикон, чтобы ее просто-напросто не силиконить. Ну, здесь то же самое, видите. Ну, уже здесь душ уже есть. Но она стоит 11 тысяч двести рублей. Я же брал, чтобы ее вообще не силиконить. Я вообще клей там не использовал. Никакой ни клей, ни силикон, ничего. Здесь за 16, за 18 есть. Вот, за 17. Почему я брал с низким поддоном? У нее все-таки у течи душевая кабина стоит, гидромассаж. Да, он у нее не работает. Она сама говорила, с низким поддоном лучше, а так переступать надо. Хотя есть там конечно такие удобства, что там просто-напросто есть сидение. Ну, значительно место занимает. А мы вот такую брали. Просто обыкновенную душевую кабину взяли. Без верха, без ничего. Вот эта вот кабина, вот такую мы брали, 90 на 90. Чем она мне понравилась, я просто по интернету ее нашел. Ну, то, что без верха не жарко. И то, что здесь вообще высокий бортик, где-то полтора сантиметра и использовать силикон просто нет смысла. Да, много кабин уже здесь поубирали. Вот здесь еще дальше кабины были. Ну, этому кажется на любителя. Кому что нравится. часто мы ездим на море, снимаем там номера, смотрим различные там душевые кабины. Почему-то мне без верха больше все-таки понравилось. Я просто не хотел в капсуле находиться. Горбальная душевая кабина, мы ее используем. В принципе, все отлично. Так, что у нас? Так, мы прошли. Ну, здесь компакты пошли. А тоже, кстати, будем покупать. Здесь раковины. Раковины небольшую тоже. Совсем небольшую, но возможно вот такую дальше. или вот такую. Ну, для этого у меня жена есть. Она у меня разбирается в этом хорошо. Что скажет, то и купим. Возможно, вот даже вот такую маленькую. Потому, что даже, наверное, там она и не войдет. Цены вот такие. В общем, мы будем просто смотреть. когда уже все установим как следует, уже будем все покупать. Вот поддоны, пожалуйста, продаются. Акрилы, вон, 90 на 90. 2000 рублей. Это вот такой глубокий поддон. это уже 7 683 рубля. Так, опять у нас душевые кабины. Это вот кстати уплотнители для душевых кабин. Очень хорошо, просто очень хорошо, там магнитные уплотнители. Так что, слава Богу, мы от ванны избавились. Хотя были у меня сложности ее все-таки демонтировать. и выкинуть ее. Ну, ничего, я сам справился. Так, ну, такие столики есть. С раковинами. Открываем аж, смотри, что там. Что, не открывается? Не открывается. вот комплект здесь написано 15 303 4 рубля, 634 рубля. Различные здесь товары и все здесь можно купить. А если консультация есть, вот ребята есть, они все могут здесь подсказать и рассказать. Ну, что, давайте, наверное, по сантехнике пройдем. Значит, здесь все продолжение это идет. Вот такие. Тумбочка под раковину. 9638 рублей за 10 тысяч. Здесь пошли смесители. Лучшая цена. Цена 850 рублей. Ну, лучшая цена, значит, они долговечны. Смеситель будет и все остальное. Хороший смеситель, он и хорошо будет стоить. Ну, во всяком случае, он будет работать. Так что, здесь товаров много. Куда вот просто можно приехать, не надо там по каким-то магазинам ходить, по рынкам что-то искать. Вот, приехал в один магазин и все здесь купил. И все, никаких проблем нет. можно здесь различные лейки купить, шланги. Такие комплект с душем. Ну, такие смесители есть. В общем, товаров много, очень много товаров. Ну, нас что интересует? Нас интересует все-таки уголки, где-то не вот здесь находятся. я же для чего сюда пришел? Чтобы купить какие-то товары. А потом мы еще слабее можем пройти все посмотреть. шины даже продаются. Нет, это кронштейн для колес. 1576 рублей стоит. Так, ну опять мы на смеси с вами попали. Значит, поэтому еще ряда с вами пройдем. Так, здесь у нас трубы продают. Коры мотаются. О! так, ну здесь керкеры пошли. Так, вот здесь мы ни разу не были. Это генераторы. так, ну давайте теперь с этой стороны пройдем. Вот такая у нас будет прогулка по гипермаркету Леруа Мерлен. Много есть, что можно купить. Наверное, все-таки от этого меня больше заинтересует. Болгарки. Шуруповерты. Так, выход для покупок. Вот здесь кассы. Бак с педалью на колесах 110 литров ассортимент 2494 рубля. бензопилы, лопаты, уголь древесный. Чуть-чуть мы не в ту сторону пошли, но придется нам все тогда здесь с вами обойти. Так, цветы. Вот роза, кардана 350 рублей. Это для садоводов. Но, увы, мы такими уже не являемся. Были когда-то садоводами. Оршки для рассады. Значит, здесь у нас что будут? Так, часы, обои, все остальное как-то я вам показывал. Здесь светильники различные. О, как ярко все светится. Значит, здесь у нас обои для кухни, карнизы, шины, потолочные плиты, натяжные потолки, рулоны, шторы, жалюзи, тюльно-отрез, пошивштор, декоративные подушки. Значит, здесь тоже вот такие уже кухонный смеситель. Там вытяжки, я смотрю, печи. Так, вот, кухни. Это вот панели газовые, электрические. Так, что-то мы уже много ходим, надо наше путешествие по гипермаркету для раннер лет заканчивать. здесь, значит, у нас ковры продаются. Далее там тоже строим материалы пошли. Вот, керамогранит, ну, все, мы уже купили. Проектная зона. Так, здесь напольная плитка. Это плитка для кухни. посмотрим. Полно здесь плитки. Нет, у нас покрасивее все-таки. вот оно такое. Смотрите, видите, все собрано. И вот сюда мы еще пройдем, посмотрим, и, наверное, на этом все и заканчивается у нас. Наша прогулка по такому гипермаркету, огромному и большому и все можно купить. Так, краски у нас, эмали. даже я не могу найти, где-то я уголки здесь покупал, то ли вот в этом отделе. ребята, алюминиевые уголки где купить? Здесь заблудился чуть. Вот, не один раз я здесь был, а вот сюда вот. Уже два раза я здесь прошел, вот нам нужно купить алюминиевый уголок. Вот такой вот уголочек мне нужен. Вот, смотрите, здесь различные уголки и сейчас мы их здесь и купим. Ну, пожалуй, на этом и все, друзья. Вот такой большой хозяйственный магазин, куда можно просто приехать и все найти и больше никуда не ходить. Ну, находится, я уже вам говорил, он находится за городом у нас на южном обходе. Ну, а теперь нам что осталось? Потратить здесь деньги и уже поехать на проспект Кулакова. Уже посмотрю, там я. кафельную плитку узкую кафельную плитку, которая мне нужна и все остальное. Вот, затирка, вот уже затирку еще нам надо чуть-чуть купить для межплиточных швов. А здесь что, крестики, все остальное. И опять мы вот выходим вот в этот проход. кстати, еще что есть? Ламинат здесь есть паркет. В общем, большой, большой очень магазин и я вам так скажу, что он пользуется спросом у населения города Ставрополя. Ну, а цены может чуть и дороже. Ну, в принципе, цены такие же, как и в других магазинчиках. все, друзья, делаем покупки и потом уже поедем дальше. Пошли машине все покупать. Устала ходить. Большой магазин. Здесь поневоле останешься. А это вот прямо на выход. здесь мы с вами проходили напольное покрытие. Все здесь убирают. Видите, чтобы чисто здесь было. Там информационное бюро и там уже выход где находится большая стоянка, очень большая стоянка, где вы можете просто-напросто припарковаться. вот давайте просто мы выйдем. Ничего, мы еще раз сюда зайдем. Для нас это не сложно. И просто я вам покажу какая большая стоянка. ну что я могу сказать, очень-очень даже хороший магазин. Спасибо за покупку. сейчас на что-то здесь и купим. Вот это информационное бюро. Кстати, персонал здесь хороший, нормальный. Вообще никаких, ни на каких претензий, нареканий или еще что-то нет. Так вот если товары вы какие-то хотите купить просто можете взять здесь. все погрузить и отвезти к машине. я покажу вам сейчас какая здесь парковка большая. Собственно говоря, какая погода у нас сегодня. Погода видите солнечная, хорошая. Вот даже это еще и даже и не очень много машин. Бывает что здесь машин еще больше бывает. Вот это южный обход. Направо это туда на Деменский круг дорога идет. налево в город идет. Вот парковка здесь парковка для инвалидов. Впереди это военный городок. А мы где-то там машину поставили. Еще найти надо. Вон она прямо стоит. Все друзья пошли тратить деньги. А вам такого хорошего удачного дня, хорошего настроения и вообще скажу вам что даже весеннего настроения несколько дней и все зима закончилась. Хотя какая зима? У нас зима в Старопле не была. Так что подписывайтесь на канал, смотрите еще будут там какие-то поездки. Будем отслеживать ситуацию по нашей развязке на проспекте Кулакова Ленина. Ну я думаю у нас какой-то создаться все-таки транспортный коллапс в городе Старополь. Ну все увидим. Все увидим и все посмотрим. там мы вот сюда сейчас зайдем и все будем покупать. Всем 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 удачи. В последнее время кстати я вот там стараюсь машину поставить. Машину поставил здесь раз вот сюда опять мы с вами и заходим.